Всем привет, друзья! На связи Слай, и прямо сейчас я покажу и расскажу вам, как найти все 15 новых голов панд в новом обновленном лобби весеннего проекта Ваймворлд без доната и какого-либо полета, используя всего лишь 8 эндерперлов для самых обычных игроков. Обязательно досмотрите этот ролик до конца и узнаете, где же скрывалась последняя пятнадцатая голова, которую вы уже крайне давно ищете. Ну а прямо сейчас давайте начнем наш обзор! А три подписчика, оставших лайк и комментарий под этим роликом получат лицензию Майнкрафта! А по весеннему промокоду Слай в описании тебя ждут самые дешевые вимеры и лицензии в этом году. Зайди и забери их! Итак, друзья, ну что же, начнем наши поиски прямо со спавна проекта Ваймворлд и после спавна отправляемся вперед, где находим первую нашу пандочку. Пора исследовать новое лобби и Уи, первая панда. Осталось найти лишь 14. Тем же временем поднимаемся сразу же вверх и на подъеме как раз таки от нашего спавна встречаем здесь довольно интересный замок, внутри которого слева, если повернуть от персоны, мы можем найти сразу же еще одну голову, а также пир игроков этого проекта. Вот это пир, говорит нам панда, ну а мы отправляемся тем временем сразу же дальше. И выходя с нашего спавна, отправляемся на левую сторону лобби, проходя через эти кустарники и различные сады, разбитые администрацией. Перебираясь прямо сейчас через преграды и спускаясь, переходя через мост через речку. Конечно же, сбираемся вверх, вверх и вверх, к нашей радуге, которая будет совсем скоро. Ну а прямо сейчас заворачиваем в эту сторону, здесь берем эндерперл, всего потребуется 8 эндерперлов на все лобби, если вы конечно же точно будете стрелять, и находить конечно же следующих панп, у нас не пропуская ни одну. Мастерский прыжок, не правда ли? Я думаю, что да, прыжок классный, поскольку это у нас локация модераторов. Выходим отсюда и сразу же начинаем сбираться на крышу, где скрывается еще одна голова. Нашел я их максимально оптимальным путем, поэтому я уверен, что проходя именно этим способом, вы потратите минимум эндерперлов и своего времени. Сбираетесь наверх и здесь наводитесь на правую часть радуги. Да-да, именно туда я не ошибаюсь и здесь как раз таки оказавшись на ней, мы продолжаем наши поиски. Отправляясь по синей полосе все дальше и дальше. Там вдали уже видно нашу голову, ну и мы конечно же постараемся собрать ее. Как можно быстрее взбираясь все дальше и дальше, как я уже и говорил, все ближе и ближе к ней приближаясь. Так, подходим к нашей следующей панде и активируем ее на радуге. Какой шикарный вид, вай, говорит она нам, но к сожалению на вайме прорисовка все еще не пофикшена. И работает довольно странно. Проходим дальше, все так же не спускаясь с радуги, чтобы сэкономить наше время. И сейчас уже на финале этой радуги, когда мы туда приблизимся, конечно же спрыгнем вниз. Поскольку на самой радуге больше ничего интересного у нас не будет. Так, спускаемся вниз, не получая урона. На вайме урон не дается за падение, поэтому мы это будем использовать. Спускаемся тем временем в канализацию и здесь среди игроков забираем еще одну панду. Какое сырое место, пандам тут делать нечего, заявляет тем временем следующее. Ну а мы ее покидаем и отправляемся все дальше на поиски ее братьев и сестер. Проходим в эту сторону, немного левее от входа как раз таки в наше подземелье. И приближаемся тем временем уже к следующему нашему месту. Которое позволит добраться до ближайшего острова и сэкономить наше время и эндер перлы. Проходим паркур. Опять таки этот способ отходит и как донатерам, так и не донатерам. Поскольку я думаю многим будет интересно пробежать это лобби именно со стороны игроков. Найдя все пастхалки, которые скоро выйдут на канале. Ну а мы тем временем поднимаемся по лестнице и приближаемся к еще паре голов. Здесь взбираемся наверх при помощи еще одного жемчуга эндер перла. И находим вот здесь еще одну пандочку. Подлетаем, нажимаем shift, спускаемся, собираем ее и тем временем она нам говорит про инопланетные пейзажи. Которые впрочем во всем лобби постоянно встречались. Проходим здесь, вероятно просто обойдя со стороны и приближаемся к еще одной интересной локации. С отсылкой на какой-то вирус. Забираем здесь нашу панду. Пора нам уже бежать, говорит она нам. И отправляемся дальше, конечно же чтобы ускориться и ничем не заразиться. Приближаемся тем временем обратно к нашему спавну и прямо сейчас возвращаемся на прошлую локацию. Но все же немного повернем направо и вместо того чтобы отправляться туда пойдем у нас в правую сторону китайскому городку. Да-да, довольно специфично, но именно так вы максимально оптимальным способом найдете следующую. Проходим сюда и прямо здесь находим еще одну пандочку. Которая говорит, что хотя бы одно лобби может быть без Японии. Но видимо конечно же нет. И мы конечно же посетим сейчас еще одну японскую пандочку. Как раз таки в этой локации около призового паркура. Вероятно вы его еще не заметили, но находится у нас как раз таки около спавна. Там спавн, ну а здесь наш экстра француз, охраняющий еще одну панду. Вы читали эту табличку? Я бы прислужился. Здесь есть какая-то табличка? Я вижу только призовой паркур и конечно же пару интересных пасхалок. Прочитать можете их сами. Ну а мы торопимся и прямо сейчас возвращаемся обратно. Предварительно посещая наших пчелок слева. Используя по меньшей мере один эндерперл, чтобы сюда забраться. Ну и судя по всему забаговаться в лучших традициях Ваймворлда. Поэтому запасайте по меньшей мере 10 перлов. Забираем следующую панду. Она у нас была здесь. И прямо сейчас бжи-бжи. Мы просто пчелы. Она нас отсылает к одной интересной песенке. Ну что же, мы ее собрали и тем временем продолжаем наши приключения. Либо используя еще один эндерперл до спавна. Либо же все-таки вы можете просто взять и упасть в бездну. Отправляемся тем временем на спавн. И приближаясь к нему продолжаем наши поиски. Уже отправляясь в правую сторону. Как раз таки от стандартной локации. Здесь пробегаем через все наши приключения. И находим вот ту самую интересную пчелку. На которую нам как раз таки только что и дали подсказку. Отправляемся на нее и забираем следующую нашу голову. Верхом на пчеле курс на цветочные поля. Не видел здесь цветочных полей, однако деревья меня привлекли. И впрочем именно к деревьям мы сейчас туда и отправимся. Поднимаемся первым эндерперлом и еще раз вторым. Для того чтобы забраться на очень интересную локацию. С цветочными полями в виде дерева. И еще одной пандочкой. Около портала судя по всему в режиме The Bridge. Окей, забираем ее и тем временем узнаем счет 5-4. Очень напряженная игра. Кто же победил? И я надеюсь, что все-таки красный игрок. Мне просто этот цвет больше нравится. Окей, возвращаемся обратно. И прямо сейчас, заходя за заднюю сторону этой башни, спускаемся вниз. Вот сюда, снова не получая урона. И отправляясь к еще одной голове. Тем временем, снова проходя довольно легкий паркур. О призовом паркуре поговорим скорее всего в будущем. Ну а прямо сейчас, переходим к следующей панде и забираем ее. Ну а она нам говорит, какая теплая погода. Можно и вздремнуть. Как собственно мы прямо сейчас и видим. Рядом с ней какой-то парень, как раз таки у нас немного дремлет. Возвращаемся обратно. Все так же паркуром. Никуда не телепортируясь. И не понимая, зачем некоторые ютуберы заставляют вас таки просто теряться в лобби. Постоянно кручась. Ну а мы тем временем проходим дальше. И здесь, рядом в виде еще один паркур. Конечно же, сразу же его проходим практически с первой попытки. Да-да, я тут немножечко упал в самом начале. Но все таки дальше все проходится максимально легко. Либо опять таки можете потратить эндер перл. Здесь добираемся до башни, на которую никак не забраться. Но если навестись на самую верхнюю точку, вот сюда вот, то мы в теории. Могли бы, кстати, у нас запаркурить как раз таки на саму башню, на самый-самый ее верх. Нам чуть-чуть не везет. Судя по всему, кидаю неправильно эндер перл. Давайте третий раз попробуем это сделать. И может быть долетим. Долетели. Прекрасно. Просто нажав shift. Тем временем спускаем все вниз и находим еще одну пандочку. Хаю-хай. Это, судя по всему, у нас и вангай. Но мы, впрочем, опять таки не будем задерживаться. Хотел бы рассмотреть все локации более подробно и показать вам пасхалки. Но сделаю это в отдельном ролике. А сейчас нам стоит торопиться и отправляться дальше. К очень интересной локации вместе с билдерами. И прямо сейчас, приближаясь к ним, находить уже финальную нашу голову. Пандочки под номером 15. Тем временем завершаем наши поиски. И прямо сейчас, прочитав ее поздравления, узнаем, что опять ребята отдыхают. Вперед работать. Ты лучше, лучше. Все панды найдены. Поздравляем тебя. Получаем мистический сундук и 5000 коинов. Всего в сумме вы сейчас видите на экране, сколько коинов мы получили. Можете прямо сейчас скинуть данный ролик своим друзьям и знакомым, чтобы максимально быстро пойти данных панд. И, конечно же, получить себе бонусы. А также, вместе с этим, дополнительную ачивочку о нахождении всех данных голов. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите по колокольчику. Ведь в ближайшие дни я уже выложу ролик, как заработать целых 150 вимеров за 5 минут работы. И вместе с этим это будет совершенно не конкурс и никакая не раздача. А реальный способ доступный для всех игроков этого сервера. Увидимся с этим скоро. И я буду надеяться, что вы уже подписались. До скорых встреч. Смотрите прошлые ролики. И всем пока. Еще увидимся.